Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психфорн ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашей эмблеме, нашему девизу «Заоживых, оплакив и мертвых, разбивая молнии» мы вас учим тому, как отменять препараты, как переходить с одного препарата на другой. Сегодня очень важная лекция. Если вы ее прослушаете, то вы научитесь переходить с одного селективного ингибитора обратного захвата серотонина на другой. Причем делать это правильно. Это очень полезно и пациентам, и врачам. Причем, обратите внимание, пациенты приобретают удивительную возможность. Если врач предлагает неправильный переход, то они могут понять, знает ли врач, как правильно отменять препараты и переходить на другой, или не знает, что очень важно для того, чтобы определить, насколько специалист знающий. Конечно же, мы используем вот эту публикацию. Она есть в интернете, к сожалению, текст платный. На основании этой статьи были сделаны вот такие очень красивые материалы. Но нам они, эти материалы, не принадлежат. К тому же, мы эти материалы упростили еще, потому что эти материалы, там эта таблица включает массу препаратов, которые в нашей стране уже нет по тем или иным причинам. Поэтому они только мучают наших людей. Поэтому мы оставили только те препараты, которые у нас есть. И сегодня мы рассказываем о том, как с одного СИАЗС перейти на другой. Вот они, СИАЗС. По нашей классификации это С-антидепрессанты. Точнее, не антидепрессанты, а скорее С-противотревожные антиобсессивные препараты. Видите, я уже сам заговариваюсь. Потому что они, конечно же, не могут взять на себя лечение депрессии. Они берут на себя лечение противотревожных, тревоги лечения, тревожных расстройств, обсессивно-компульсивных расстройств, посттравматического стресса. Много чего они на себя берут. Но это препараты, которые прежде всего повышают активность серотониновых нейронов. Чего боятся при переходе с одного серотонинового препарата на другой? Их шесть. Видите, сертралин, пароксетин, целопрам, целопрам, флоксетин, флоксамин. Боятся, конечно, серотонинового синдрома. Боятся резкого повышения активности серотонинового синдрома, который может закончить, вот здесь, симптомы. Повышение АД, повышение температуры, тремор, там, пот, зрачки. Много чего возникает, понос. В общем, довольно тяжелый синдром, который возникает при резком повышении активности серотониновых нейронов. Надо вам сказать, что все-таки мне представляется, что серотониновый синдром – это не так уж часто встречающееся явление. Я думаю, что не каждый врач вообще с ним даже, говоря, сталкивался, который очень часто назначает селективный ингибитор обратного захвата серотонина. Как бы то ни было, предполагается, что есть два типа врачей. Одни очень боятся. Боюсь, боюсь. Вот для того, чтобы для тех врачей, которые боюсь, боюсь, для них предусмотрен следующий переход. Они говорят больному, что вы постепенно снижаете первый антидепрессант, первый СИАЗС, и одновременно включаете второй антидепрессант и постепенно увеличиваете его дозу. Вот это для тех, кто боится. Но есть врачи без страха и упрека, которые спокойно глядят в лицо опасностям. Вот для них предусмотрен другой переход. Вот он совершенно очень и очень простой. Отменяем один селективный ингибитор обратного захвата серотонина и назначаем другой. Ну, дальше уже вы сами думаете, кто перед вами. То есть, вот если вы, например, матерый пациент, пришли ко врачу, и врач говорит, да, отменяйте сразу и назначайте сразу другой. Кто он? Конечно же, это человек, который не ведает страха и упрека. Или, скажем, он говорит вам, нет, давайте мы сначала будем снижать дозу одного, постепенно повышать дозу другого. Очевидно, что такой человек испытывает страх. Ну, для вас это может показаться хорошо, может показаться плохо, вам решать. Но есть два исключения. Вот эти исключения мы можем разобрать. То есть, еще раз говорю, все очень и очень просто. Все зависит от характера врача, от его намерений. Боится, когда постепенная отмена с назначением второго, не боится резкая обрыв приема одного препарата, переход на другого. Но есть два исключения, где на самом деле есть, ну, определенные, скажем, отклонения от этого правила. Прежде всего, при переходе с любого селективного гибитора обратного захвата серотонина на флуоксетин и флуоксамин. Вот здесь считается, что если у вас по-прежнему нет страха, то вы все можете сделать одновременно. Вы спросите меня, что здесь особенного. И так нужно было сделать одновременно, если вы человек бесстрашный. Но, если вы боюсь-боюсь, то тогда здесь не постепенный переход, отмена одного и постепенный переход на другого. А отмена одного препарата, дальше некий период, когда вообще никакой антидепрессант не используется. Причем, обратите внимание, этот период вымывания, пустой период, составляет от двух до пяти периодов полувведения. И только потом назначение флуоксетина и флуоксамина. Вы меня спросите, а почему такие драматические различия? То есть, почему для флуоксетина и флуоксамина, для людей, врачей, которых боюсь-боюсь, или для пациентов, которые тоже боюсь-боюсь, для них предусмотрен вот этот период вымывания? Честно говоря, вот этот вопрос мне не очень понятен. Но, как я, собственно говоря, догадываюсь из моих знаний психофармакологии, очень распространены опасения по поводу взаимодействия препаратов через систему цитохрома. Что это такое? Цитохром – это белок, который располагается в печени, много различных вариантов. И, собственно говоря, этот белок занимается тем, что он перемалывает какой-то препарат. Так вот, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, они, проще говоря, могут затормозить работу этого белка. В результате количество флуоксетина и флуоксамина может незаконно увеличиться. И, конечно, тогда возрастет риск развития серотонинового синдрома. То есть, что, собственно говоря, происходит? Мы, вместо того, чтобы, ну, скажем, отменить один препарат и постепенно ввести другой препарат через период полу... Мы продолжаем снижать один препарат, назначать другой. Значит, какой-то один этот препарат, он все равно еще есть в крови. И если он затормозит метаболизм флуоксетина и флуоксамином, то тогда того станет больше, гораздо больше, там в два, в три раза, в разы может стать больше. В результате возникнет опасность серотонинового синдрома. Действительно, это так. На самом деле, селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, многие, они влияют на состояние цитохрома. В частности, цитохрома 29. Можно с этим считаться, можно с этим не считаться. Самое интересное, что вот это правило работает туда и работает обратно. Потому что, если вы будете происходить, еще раз говорю, два исключения. Если вы будете переходить с флуоксамина на СИАЗС, и вы, опять же, тоже боюсь-боюсь, то надо делать период вымывания, который составляет от двух до пяти периодов полувведения. Откуда брать периоды полувведения? Конечно же, из вот этой самой таблицы, которая у нас здесь есть. Но самый большой период вымывания, он, конечно, на флуоксетине, потому что там 4-6 дней этот период. Конечно, нужно этого, считают, что нужно этого бояться. Поэтому, если вы переходите с флуоксетина на любой другой СИАЗС, и вы врач, который испытывает страх, или вы пациент, который испытывает страх, то нужно, конечно, 7-дневный период вот этого самого вымывания препарата. Как бы то ни было, в общем, на самом деле, я считаю, что выбор у пациентов и выбор у врачей на самом деле за вами. Вы должны посмотреть на себя и ответить, тварь ли вы дрожащая, или право имеете. То есть, вы опасаетесь серотонинного синдрома очень и очень сильно, то тогда, конечно же, предусмотрен либо постепенный переход с назначением второго препарата, либо даже, если вы имеете дело с флуоксетином и флуоксамином, период вымывания, который может продолжаться в случае с флуоксетином до 7 дней. Конечно, при флуоксамине такого длительного не требуется. Ну, собственно говоря, вот как считается правильно переходить с одного препарата на другой. И либо вы, человек бесстрашный, так что можете осуществлять определенную отмену одного препарата и переход на другой. Как всегда, я вас прошу, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Пускай все люди знают, как правильно переходить с одного препарата на другой. Ведь они все ходят по врачам, они не понимают, почему отменяется препарат, зачем отменяется, как его правильно отменять. Иной раз у врача вообще нет даже возможности объяснить, как нужно отменять, почему нужно отменять. Это мы делаем ради вас. Поэтому подписывайтесь на наш канал, пишите комменты, ставьте лайки. Пускай YouTube поднимает нас в выдачах, и мы будем известны всем. И эти данные станут достоянием вообще широких масс, как наших врачей, так и наших зрителей. Потому что, ну, на самом деле, селективный ингибитор обратного запхоза серотонина назначает не только психиатр, назначают неврологи, назначают терапевты, и кто только не назначает. Даже кардиологи стали назначать. Ну и становитесь спонсором нашего канала. Хотите отблагодарить нас за этот ролик? В описании вы найдете реквизиты счета. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok